Глава 19. Болезни позвоночника и суставов. Общая концепция. Теперь мы переходим от болезни головы и сосудов к проблемам опорно-двигательного аппарата. У человека есть несущая система. Это та система, которая несет на себе физическую нагрузку, гравитацию, массу тела, а также любые тяжести и веса, которые мы поднимаем в течение жизни. Это та система, которая больше всего страдает и приходит в упадок при смещении первого позвонка. Если кто-либо из вас ходил в спортзал, то думаю, вы хорошо понимаете важность такой вещи, как соблюдение правильной техники при выполнении упражнений, особенно с тяжелыми весами. Почему это важно? У нашего тела по большей части соблюдается симметричность. Если на одной части тела есть ухо, то на противоположной стороне есть еще одно, такое же. Если с одной стороны есть рука, то с другой стороны тоже. Ну вы поняли. То есть у нас в теле присутствует симметрия, у нас в теле присутствует двойственность, у нас в теле присутствует парность. Почему это так? Дело в том, что наша вселенная вся состоит из двух терминалов. Начать с того, что есть система противоположностей. Есть белая и черная. Есть день и ночь. Есть плюс и минус. Добро и зло. Мужчина и женщина. Так же и в нашем теле. Есть правая рука и есть левая рука. Есть правая нога и есть левая. По большей части наше тело симметрично. По крайней мере в том, что касается воздействия гравитации и распределения нагрузки. Мышцы передней части тела влияют на мышцы спины. Но так же и наоборот. Мышцы спины определяют нагрузку на переднюю часть тела. Наклон в правую сторону нагружают мышцы левой стороны тела. А наклон влево нагружает мышцы справа. Все наше тело, если брать опорно-двигательный аппарат. Эта система противоположна натянутых канатов. Стабилизация равновесия и компенсации с помощью мышц, костей, связок и суставов. Ослабь одну ниточку и нарушится баланс во всем теле. Система разбалансируется и начнет разрушаться целиком. Регулируется все это контролирующим центром, который находится в голове. Контролирующий центр – это условное обозначение, уважаемые врачи и анатомы, а также специалисты медицинских профессий. Прошу не придираться к моим терминам. Еще раз, подведем резюме. Что же такое опорно-двигательная система человека? Опорно-двигательная система человека – это кости, мышцы, связки, суставы и сухожилия, с помощью которых человеческое тело гармонично и равномерно распределяет всю физическую нагрузку, которую испытывает организм под воздействием гравитации. От того, насколько эффективно у организма получается распределять эту нагрузку, зависит здоровье наших суставов, костей, связок, мышц, да и не только. В свою очередь, на эффективность и правильность работы этой системы очень большое влияние оказывает правильность и симметричность сборки этой системы при рождении. То есть, грубо говоря, если у нас во время рождения какая-то кость или сустав куда-либо сместились или по каким-то механическим причинам перестали находиться на своем месте, то помимо физических неспособностей в этой области, у нас появляется асимметрия всего тела, и это очень сильно может влиять на его способность гармонично распределять физическую нагрузку. Отсюда, в свою очередь, возникают различные расстройства, нарушения и болезни. Существуют незначительные и маловажные нарушения асимметрии, как, например, перелом или вывих мизинца на руке. Хоть тело и будет при этом асимметрично, но это особо не повлияет в целом на здоровье человека. С другой стороны, есть ключевые асимметрии, такие как, например, смещение первого позвонка, которое оказывает громадное влияние на здоровье человека, вызывая вслед за собой целую цепочку асимметрий и нарушений в нашем теле. И сейчас мы остановимся на этом подробнее, на примере различных конкретных заболеваний.